Отойдем мы и до речи Зеленского в Будапеште, и до речи Путина на Валдае, но начну с событий, как ни странно, в Амстердаме. Сегодня ночью, вчера вечером и сегодня ночью, там состоялись такие настоящие антисемитские погромы. А ведь все начиналось всего лишь с футбола. Приехала команда Макаби Тель-Авив по футболу играть против Амстердамского Амстердамского. Проиграла Амстердамскому Аяксу, но не в спорте, конечно же, дело. Вместе с командой Макаби Тель-Авив в Амстердам прилетели тысячи израильских болельщиков. Но оказалось, что в Амстердаме проживают тысячи сторонников сектора газа, а точнее сторонников террористической организации ХАМАС. И сторонники террористической организации ХАМАС устроили настоящий погром израильтянам. Все это напоминало Махачкалу. Помните, когда путинисты в Махачкале стали искать евреев, искали их даже в двигателях самолетов. Но, к счастью для евреев, евреев не нашли, поэтому никого не убили, никто не пострадал тогда в тот день. Но в Махачкале в России состоялся такой классический еврейский погром, только без евреев. А сейчас этот еврейский погром, точнее израильский, антиизраильский, состоялся в Амстердаме сторонниками ХАМАСа. Людей резали на улице, людей давили машинами. Это факты, которые зарегистрированы. Сбрасывали в канал, пытались утопить в канале, требовали кричать «Свободу Палестине». Отбирали документы, отбирали все, что могли, телефоны и так далее. Вламывались в гостиницы, где проживают израильтяне. Стреляли из этих пистолетов с петардами по окнам гостиницы, чтобы выманить оттуда израильтян. И вот сейчас прямо Израиль проводит эвакуацию граждан Израиля из Амстердама. Прямо сейчас. Сегодня туда направлены израильские самолеты авиакомпании «Иляль». Первый в 14 часов оттуда отправится. Ну, вернее, уже отправился, надеюсь, к моменту выхода этого ролика. Даже будет нарушение субботы. Несмотря на то, что шабаты, вроде как, летать нельзя. Но полетит, полетела уже израильская авиакомпания, чтобы спасать израильтян из Амстердама и эвакуировать их в Израиль. Да, конечно, Нидерландское правительство осудило. Нидерландское правительство сказало, что примет меры. А ультраправый, лидер ультраправой партии Нидерландов сказал, слушайте, мы превратили Амстердам в сектор газа. Я этого не допущу, пора с этим заканчивать. Гнездо Хамаса в Амстердаме. Но что это вообще, чему нас это учит, мне кажется? Вот смотрите, израильтяне больше не могут себя чувствовать спокойно в Амстердаме. В Амстердаме. Я помню раньше, когда бывали обострения конфликта, ну скажем так, арабо-израильского конфликта. Действительно, например, в мою бытность, когда я живу в Израиле, 90-е годы, начало 2000-х, обострение и рекомендовали не ехать в Каир. Сначала, вот ходил из Тель-Авива, ходил автобус в Каир, я помню, я не знаю, он вряд ли сейчас ходит. С центральной автобусной станции была остановка Каир, Египет. Можно было сесть и поехать. Ну естественно, что уж там на Синайде, ради бога, как себе домой все ездили. И когда обострение обстановки, там, антифада и так далее, говорили израильтянам, нет, пожалуйста, сейчас в Египет ехать не надо. Потом произошла некоторая эскалация, и появилась рекомендация уже не ездить в Турцию. Если раньше эта рекомендация возникала периодически, сейчас, по-моему, эта рекомендация уже больше года существует, и никто ее не отменял, и уже израильтяне особо в Турцию не ездят, насколько я понимаю. Ну так уж массово. Тоже считается опасным. А следующая, видимо, рекомендация будет не ездить в Амстердам. Ну, для израильтян, правильно получается? И вообще в Европу не ездить, потому что там Хамас, то есть как бы все, сидеть надо будет в Израиле, ну так, из-за того, что дали свободу вот этому Хамасу, свободу действия Хамасу. Потом, видимо, будет рекомендация не ездить в Америку. Там уже тоже до этого недалеко. Мы знаем, кто финансирует Хамас. Мы знаем, чья это организация. Мы знаем, что это всего лишь еще одна российская армия. Еще одна российская армия, которая называется словом Хамас. Ее финансируют россияне. Хизбаллу финансирует в основном Иран, хотя оружие мы видели там российское, Хамас на содержании у россиян. Поэтому то, что мы сегодня ночью, вчера вечером наблюдали в Амстердаме, это разжигание войны, в Амстердаме разжигание войны россиянами. Они устраивали погромы в Махачкале, а теперь они устроили эти же самые погромы в Нидерландах, в одной из самых толерантных стран мира. Самых толерантных стран мира. У нашего главного практически союзника, ну, одного из главных наших военных украинских союзников в Нидерландах устроен погром. Вы знаете, да, до сих пор неизвестны, кстати, окончательные результаты. Там просто сейчас такое называется туман войны, потому что есть сообщения о похищенных израильтянах, но вроде бы большинство из них уже нашли к тому моменту, что я записываю ролик. Просто люди остались без связи, люди остались без документов, сейчас им в срочном порядке выдаются какие-то временные документы. Вот мы это имеем в Европе уже, уже. И если Трамп или вообще Европа сейчас решат все-таки заключать какое-то с Россией перемирие и решат снять санкции, снова разрешат россиянам свободно путешествовать по Европе, то вот такая же судьба ждет украинцев, как сегодня израильтян. Сегодня израильтянин мало куда может поехать так, чтобы ничем не рисковать, да, вообще не знаю, куда он может поехать, чтобы ничем не рисковать. А так будет с украинцами. Выйдешь в Европу, а там россияне. А там россияне гуляют по Европе, как сегодня Хамас гуляет по Европе. Вот это то, чего мы в первую очередь не должны допустить. Я считаю, что мы про это сейчас поговорим, и я уже на этой неделе говорил, что какие бы там переговоры не велись при помощи Трампа, главное не допустить отмены изоляции России. Вы видите, к чему ведет, когда ты приводишь к себе в Европу Хамас. Вот приведешь к себе в Европу Россию, получишь точно такое же. Точно такое же. Очень опасная, страшная тенденция. Мои сочувства израильтянам, конечно же, естественно, сегодня, в связи с этими событиями. Но и украинцам пора об этом задуматься. А главное, конечно же, европейцам. А о чем думают европейцы, мы узнали более-менее в Будапеште вчера. Переносимся, пожалуй, туда. В Будапеште вчера прошли массовые сборы европейских лидеров под лозунгом «Наш ответ Чемберлену», то бишь «Наш ответ» на избрание Трампа президентом Соединенных Штатов Америки. И все ведь не так однозначно. Да, европейские лидеры все до единого в срочном порядке поздравили Трампа немедленно, еще ночью со вторника на среду, конечно же, а как же ж еще. Я вам эти поздравления все зачитываю. Это все логично, конечно. Трамп, демократический избранный президент США, сомнений нет в этом. Европейцы, безусловно, тоже все демократические избранные лидеры, тоже нет в этом сомнений. Одни демократические лидеры поздравляют другого демократического лидера с избранием. Но после этого начинается, сука, регулярная работа. И европейцы чешут репу и говорят, так, подожди, а как мы вообще дальше будем жить, говорят европейские лидеры. И выясняется, что у всех разный взгляд на этот вопрос. Одни говорят, как, например, Дуда, президент Польши. А нет, это Туск, извините, премьер-министр Польши. Ну, слушайте, говорит Туск, ну, раз Америка решила отказаться от участия в войне против россиян, то мы, европейцы, должны взять на себя лидерство, взять на себя инициативу. И теперь мы, это теперь наша война, говорит премьер-министр Польши. И говорит, весьма логично, ну что ж, если американцы решат отказаться от мирового лидерства, кто, как говорится, им сторож и кто им судья. А в это же время, премьер-министр Венгрии Орбан говорит, ну, слушайте, раз американцы соскакивают с войны, мы же, европейцы, сами одни войну не вытянем, значит, пора сдаваться, пора капитулировать. Кто из них прав, мы, как бы, не сомневаемся. Но куда это может завести, вот пока определенности в этом вопросе нет. Давайте так, первое, Орбан. Вот насчет Орбана немножко хочу успокоить. Почему-то сейчас пошли такие странные слухи, я чувствую, что они откуда-то из России идут. По запаху иногда чуешь, да, откуда? Чувствуешь так, это из туалета, а это из России. Так вот это, похоже, из России, что якобы Орбан становится чуть ли не советником Трампа по украинскому вопросу. Ну, тю-тю вообще, вы чего? Кто такой Орбан для Трампа? Ну, сами задумайтесь. Какой-то хмыль из какой-то небольшой страны, и он спросит, сколько... Вот я сегодня уже отвечал на этот вопрос. Я говорю, ну, вспомните этот рассказ про то, что Сталин спросил, сколько дивизий у Папы Римского. Вот точно так же Орбан спросит, сколько ВВП у Орбана. Трамп спросит, какой ВВП у Орбана. Какой ВВП у Орбана. Заглянем, посмотрим, и выяснится, что ВВП Орбана – это одна десятая или одна двадцатая ВВП Калифорнии. Не Соединенных Штатов Америки, а Калифорнии. Одна двадцатая ВВП Калифорнии. Поэтому мнение Орбана, естественно, совершенно неинтересно Трампу. Когда нужно, он будет использовать Орбана. Но мнения у него спрашивать не будет. Мнение он будет спрашивать у своих советников, мнение он будет спрашивать у тех людей, которых он там назначит на всякие посты, у своих родственников и так далее. Которых там есть действительно некое мнение по Украине. И сегодня оно формируется в виде плана. И я думаю, что президент Зеленский и его команда сейчас пытаются каким-то образом повлиять, ну вмешаться туда, что ли, повлиять на Трампа, попытаться поставить его на путь истинный. Поэтому преувеличивать значение Орбана совершенно не нужно. Я думаю, что в Европе все нынешние лидеры Европы смотрят на Орбана как на абсолютного песика Путина. То есть путинский пудель, бродящий по Европе. Да, Орбан может превратить Венгрию в заповедник россиян. Как Амстердам превратился в заповедник сектора газа, как говорит один из нидерландских политиков, так Орбан, вы же знаете, решил пускать россиян в Венгрию. Уже этим возмущена вся Европа. Угрожает исключить Венгрию из Шенгенского соглашения. И хотелось бы, чтобы это было сделано побыстрее. Безусловно. Безусловно. Почему же нет-то, собственно. Даже, к сожалению, в Третьей мировой Венгрия будет на стороне Российской Федерации, а не на нашей стороне, если Венгры не переизберут своего демократического избранного лидера Орбана. Вот такая позиция у Орбана. Германия. Германия, которая тоже, естественно, приехала в Будапешт. В Германии политический кризис, в Германии падает правительство. В Германии, судя по всему, уже весной произойдут выборы. Причем весьма вероятно, что это произойдет очень быстро. Там называются январь, февраль, максимум март. И Шольц проиграет эти выборы, опять-таки, с огромной вероятностью. Да, сегодня вам будут говорить, что по рейтингам у нас на первом месте Мерц, 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 или как-то так, партия ХДС, ХСС. Человек, который гораздо более яростный сторонник Украины, чем Шольц. Человек, который говорил, что да, нужно дать нам Таурусы. Человек, который говорил, мы должны поставить ультиматум Путину. Просто ультиматум Путину. Это говорил лидер ХДС, ХСС Мерц, тот самый, который является сегодня лидером рейтинга в Германии. Но я бы пока не спешил радоваться и потирать ручонки, и греть ручки для того, чтобы жарить сарделички. Нет, вообще. Слушайте, мы как бы вот только что получили с огромным перевесом Трампа на выборах. Чего еще недавно нельзя было ожидать. Нельзя было этого ожидать. Уж точно такого перевеса нельзя было ожидать. Да, выборы были неопределены, но такого перевеса ожидать было нельзя. Поэтому что там случится с Германией до марта? Вот сейчас, ребята, сейчас качается маятник. Прямо сейчас. Реакция. То есть вот Трамп победил. Сейчас будет решаться, с чем он позвонит Путину. С чем? Какой ультиматум он вызвонит Путину? Сейчас будет решаться, чем ответит Европа. Мы оказались неожиданно. Мы вот так вроде собирались уже Новый год праздновать, а оказались в решающих днях. Ночи становится все короче, спать у нас не получится ни у кого. Ни в Европе ни у кого не получится спать, потому что ни хамасовцы российские не дадут спать европейцам. Ни вот эти терзания по поводу того, как же дальше вести войну в Украине. Особенно при такой позиции американцев. Ну а от нашего имени в Будапеште выступал президент Зеленский. И вот этими своими речами он как раз и пытался направить в том числе Трампа на путь истинный. Так сказать, на то, что надо вообще-то призадуматься и помогать Украине. Один из вопросов, который поднял Зеленский, это то, что... Подождите, вот есть 300 миллиардов долларов. 300 миллиардов долларов россиян. Они действительно есть, они арестованы в Европе, арестованы в Америке. Точно, давайте так, я сейчас за Зеленского проговорю эту логику. У него не было на это времени, естественно, его выступление было кратким. ООН постановило, что Россия должна Украине репарации за все, что разрушили. Ни у одного человека нет в мире сомнений, что разрушение, которое причинило ущерб, который нанесла Россия и Украине, больше, чем 300 миллиардов долларов. Он больше, чем в 10 раз превышает эти 300 миллиардов долларов. И Зеленский справедливо говорит, так отдайте нам эти 300 миллиардов долларов. Конкретно, целево, на закупку вооружений. Мы сами их купим. У нас есть, слушайте, у нас в потенциале 3 триллиона долларов, которые нам должна Россия. Дайте нам хотя бы на 300 миллиардов вперед этих вооружений. Если у вас там в Америке окажутся для вас на критически важны эти 60 миллиардов, которые вы нам давали, что вы без этого прожить не можете. Остановить мировое зло для вас слишком дорого. Ну, для вас слишком дорого остановить Третью мировую войну. Вы желаете в ней принять участие. И вторым главным тезисом Зеленского из выступления в Будапеште можно назвать следующее. Поезд мгновенно остановить невозможно. Помните, писалось такое на плакатах. Невозможно взять эту войну, которая длится уже почти тысячу дней, остановить вот так в 24 часа. Ну, не получится. Какой там план, не нарисуй. Только, как сказал Зеленский с огромными потерями, а он призывает, призывал на этой неделе Трампа в личном разговоре, что давайте войну действительно закончим, но закончим с позиции силы. Ну, все-таки что Америка должна демонстрировать? Ну, наверное, все-таки силу. Ну, наверное, Трамп символизирует силу. Ну, и поэтому проголосовали за него американцы. Потому что его видели как более сильного лидера. И будет странно, если он вдруг возьмет и сдаст свои позиции Путину. Кто он тогда такой после этого, да? Спрашивает сам. Ну, что ж, будем надеяться, что у Зеленского все это получится. А сейчас по поводу кроволола и валидолом. Я, кстати, там в начале выпуска оговорился. Это не министр, конечно, обороны, бывший, сказал, министр иностранных дел, бывший Кулеба, сказал, что надо принимать кроволол, что надо запасаться кровололом. Точнее, видите, как у нас мысли с ним сошлись. А я сказал, что запасаться валидолом. И продолжаю настаивать на этом тезисе. В каком смысле? Сейчас на вас, дорогие друзья, будут сыпаться мирные планы. Будут сыпаться тысячи заявлений. Вот с одной стороны, у нас нет повода большого для оптимизма. Я говорю, не надо обнадеживаться тем, что в Германии сейчас победит ХДС, ХСС. Да, победит. Но давайте пока просто держать за нее кулачки. Что Германия придет на смену, может быть, Америке действительно в этом смысле. Давайте за это переживать, но обнадеживаться не будем. С другой стороны, на нас будут сыпаться мирные планы. Я вам сегодня приведу один из даже примеров такого всего. Вот это тоже по большей части будет полная чушь. И ни у кого нет сегодня никакой надежной информации о том, с чем Трамп будет звонить Путину. Мало того, у Трампа нет надежной информации по этому поводу. Сегодня, извините, у нас ярмарка. Все пытаются перед Трампом, как бы, ну извините, ярмарка невест. Ну простите, ну что поделать. Да, вчерашнее выступление Зеленского, когда он выступал перед европейцами, обращено было к Трампу. Да, но вчера было еще одно выступление, вот про которое можно говорить действительно с юмором и со смехом. Потому что если выступление Зеленского в данном случае было выступление трагического актера, безусловно, трагика, потому что у нас в Украине происходит трагедия, то главным комиком вчера, стендап-комиком мира, стал Владимир Путин на Валдае, туда и перенесемся. Когда вчера еще пресс-секретарь Путина Песков проанонсировал его выступление на Валдае, как мировоззренческую философскую речь, я понял, что тут без Шительмана будет явно не растолковать. Как только Путин ударяется в мировоззрение и философствование, то нужен в ответ такой же мировоззрятор и философствор, и как тут, кто тут пригодится, как не Шительман. Кстати, чем не повод вам подписаться прямо сейчас на канал Шительман, как видите, ни разу до сих пор не просил. Почему? Да потому что я вижу, что так дело не пойдет, миллион пока мне не светит. Поэтому подписывайтесь не спеша, не спеша сейчас, спокойно, внизу, перейдите по ссылке в описании. Если вы смотрите на канале Шительман, просто подпишитесь. Если вы смотрите на другом канале каком-то это видео, перейдите по ссылке в описании, где написано «подпишись на канал Шительман» и подпишитесь спокойно на канал Шительман, чтобы не пропускать ни одного философского мировоззренческого разбора. Философских мировоззренческих. Простите, это я зеваю, когда вспоминаю его вчерашнюю речь. Я же и два раза переслушал речей Путина. Итак, Песков был прав. Действительно, философская получилась, мировоззренческая речь. Поэтому всякую ерунду я сначала расскажу. Ну что, ерунду сначала, а потом перейду к философствованию. Ерунда какая? Ну, вот некоторые утверждают, что вчера был ненастоящий Путин. Да, признаков было много. Прежде всего, конечно, тот серьезный мужчина, которого мы видели в Брикс, и вот этот шут и балагур, которого мы наблюдали вчера, как будто бы разные люди, как будто бы их подменили. Но это мы замечали давно, что когда его хорошенько как-то приводят в хорошую серьезную форму, то он способен мобилизоваться, и на Брикс он мобилизовался. А здесь мы в Алдае то ли другого подогнали, то ли этого не на те таблетки подсадили. Поэтому бесконечно сыпал русскими народными поговорками, да, прибаутками. И даже повторялся, то есть в разных местах одной и той же речи повторял одну и ту же прибаутку. Например, с какого перепугу? Ну, согласитесь, такое шпановское высказывание, он не мог сказать такого на Бриксе. У него сначала с какого перепугу Грузию вдруг пригласили в НАТО, но, во-первых, ее никто не приглашал, это она хочет, чтобы ее позвали. Во-вторых, ну с какого перепугу? С перепугу от того, что Россия напала на Грузию 8 августа 2008 года, с такого перепугу и позвали Грузию в НАТО. А что же он думал-то? А дальше, с какого перепугу Япония ввела санкции против России? Нет, а вот здесь наоборот, братан. Здесь не с перепугу, а наоборот. Япония ощутила свою силу. Это раньше, все эти 70 лет после поражения во Второй мировой войне, Япония как бы держала, как говорится, низкий профиль, то есть старалась сильно не высовываться в отношениях с Россией, даже встречалась с президентами, вот так вот российскими, несмотря на продолжение оккупации Курильских островов. А теперь нет, теперь Япония сказала, не-не-не, нам с этим мировым злом, с этой Россией не по пути. И ввела санкции против Российской Федерации. И помогает десятками уже миллиардов долларов, если считать с начала войны, Украине финансовой помощи. Поэтому Япония, наоборот, не с перепугу. Это вы там перепугались от таких шагов Японии. Япония ввела санкции, наоборот, от осознания своей силы. Но это туда, в лирику о том, почему это был двойник или настоящий Путин. Кстати, он сделал тот самый жест. Вы видели, да, наверное, что он вот так показал два пальца Путину? Причем показал их вне всякого контекста. То есть он говорил о том, что, господи, какая там была его цитата, сейчас скажу. Ну, он что-то рассказывал, что вот, там, европейцы мне говорят это. И вдруг достает вот так два пальца, показывает, говорит, это была прямая цитата. Но явно же чувак показывает, что я номер два, двойка. Двойка, как называет Соловей профессор, да. Что сейчас не настоящий Путин вещает, чтобы потом нельзя было ссылаться на эти цитаты. То есть он процитировал напрямую европейских лидеров и тут же намекнул, что это не он. Но эту конспирологию давайте отложим в сторону. Слава богу, и без конспирологии на Валдае нам назвенел этот маленький гигант большущей мысли. Немало материала для разбора. Обращался он к Трампу, мы об этом догадываемся, хотя лично до Трампа как бы дошло почему-то только на третьем часу вещание. И тоже то, как он обратился к Трампу, рассказало о неком все-таки таком факторе, как мания собственного. Вдруг на третьем часу вещание. То есть сначала он там часа полтора выступает, потом начинает изучать вопросы корреспондента, который мы посадили специально там на сцену, и говорит, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить Трампа с победой на президентских выборах. Вот чувствуете какое-то недоразумение во всем этом? Какая-то парадоксальность? Вот каким случаем? Случай в чем? В том, что Путин оказался на Валдае, так там на Валдае не было Трампа. Или он в зале Трампа увидел? Ну, кстати, пользуясь случаем, тут же в зале сидит Трамп. Поздравляю вас с победой. Видимо, Путин был уверен, что Трамп ночью не спит. Сидит и созерцает, что же там сейчас Путин-то скажет-то про меня, правильно? Ну, дело в том, что когда Путин выступал на Валдае, в Америке, естественно, была ночь. Когда избирали Трампа, Путин не спал всю ночь и следил за тем, как пройдет выбор. Он желал победы Трампу, это само собой. Но дело в том, что когда Путин выступал на Валдае, Трамп крепко спал, а в представлении Путина смотрел его в телевизоре. Поэтому он говорит, пользуясь случаем, поздравляю Трампа. Нет, слив не засчитан, поздравление не засчитано. Тут же, кстати, он еще и объяснил, мы до философии еще не дашли, мы еще до философии не дошли. Он объяснил, почему он не звонит Трампу. Знаете, почему? Пусть, говорит, она мне первая. Ха-ха-ха-ха-ха, да. Она меня бросила, вот пусть теперь первая и звонит мне. Сказал Путин. Да, ну, практически дословно. Практически дословно. Значит, как я попробую найти цитату? Его спросили, что будет, если Трамп позвонит ему и скажет, Владимир, давай встречаться. Я, говорит, не считаю зазорным со своей стороны позвонить ему, Трампу. Но не делаю этого. Потому что руководители западного государства раньше чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг перестали. Ну, не хотят, но и не надо. Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорю, мы ничего против не имеем, пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссию. То есть ведет себя чувак, как брошенка типичная, да. А вот он меня бросил, вот пускай сам мне сначала первый теперь звонит и с цветами приходит. Ну, классно. Ну, это на самом деле хорошо. Теперь, если отбросить юмор, а взять, хотя юмора тут мало, если посмотреть на эту ситуацию серьезно, да, это важно. Это важно. В дипломатии это важно. И Трамп, конечно, теперь, возможно, как помните, с летчиками, да, с этим, будет держать паузу тоже. Типа, ты мне не звонишь, крысеныш. Я тебе должен звонить. Потому что ты на меня обиделся, да, типа. И теперь, мягко говоря, по-разному может получиться. А я говорил, что Путин полезет в за... Да? Ну, вы поняли. Не в задницу, а в за... Против Трампа полезет, и это будет его большой ошибкой. Вот про это я предупреждал, надеюсь, что мы все-таки эту картину действительно будем наблюдать. Дальше в этой своей речи перешел он к истории про НАТО. И вот НАТО у него прямо жалкая какая-то совершенно никчемная организация. И рассказывает он о том, что европейство, оказывается, силой всех загнали в НАТО. И ему, оказывается, НАТО, то есть лидеры западных стран, сказали, слушай, ты понимаешь, нас, говорит Володь, тобой пугали. Это я сейчас цитирую его. Нас тобой пугали, и поэтому, чтобы нас загнать в НАТО. Кто ему такое мог сказать, кроме Орбана? Ну, серьезно, это раз. Второе. Нас тобой пугали. Как-то эти страны все вступили в НАТО до Путина. Ну, в смысле, по-моему, последнее вступление, ну, хорошо, если не брать там совсем уж Южную Европу, такое последнее массовое вступление было в 2004 году, то есть когда Путина был только первый срок, еще он свой мотал, еще он не был врагом, и так далее, и так далее. Им пугали. Как-то все страны без всякого Путина вступили в НАТО. НАТО было до Путина, надо было будет после Путина. Это Россия после Путина не будет, как говорит Володин, а НАТО будет и после Путина. Но главный тезис, конечно, внутри этой истории про НАТО был следующий, что НАТО практически разваливается, уже загнила организация, пора ее отменять и ликвидировать. Так что в чем цель НАТО? Знаете, вот тут-то и началась новая философия. Что цель НАТО это отстаивать интересы мирового меньшинства. Вот помните, БРИКС, кто внимательно следил, прошел под знаком того, что Путин бесконечно повторял сразу мировое большинство. Мировое большинство, мировое большинство. Имея в виду, что на БРИКСе действительно были представлены страны, где проживает большинство населения. Ну, прибавьте к полтора миллиарда китайцев, полтора миллиарда индусов, вот вам уже шесть миллиардов человек. Добавьте туда кучу бразильцев, еще кого-нибудь понакидайте там, покрошите юаровцев, и вот уже половина населения планеты вроде как представлена. Да, действительно, черт возьми, слушайте, там было мировое большинство. А НАТО это мировое меньшинство. То есть, как бы, меньшая часть населения проживает в странах НАТО. Ну, да, да, да. Вы же, наверное, помните такой термин золотой миллиард. Да, на Земле проживает один миллиард людей, живущих в благополучных, цивилизованных западных странах. А остальные семь миллиардов вот вообще ни разу нет. Это так. Действительно, мировое меньшинство. Действительно, мировое меньшинство. И вот понесло его, значит, в эту самую философию. Сейчас я вам еще пару философских цитат. Вообще, я понял, какой философ умирает, конечно, в Путине. Вот, говорит Путин, например, восточная философия, а многие здесь, в этом зале, знают об этом не понаслышке, построены совсем на другом подходе, чем НАТО и мировое меньшинство. Это поезд гармонии, интересов, чтобы каждый мог достичь самого важного для себя, но не в ущерб интересам других. Восточная философия «Я выигрываю, но и ты выигрывай». Ничего не узнаете? Вот называется вин-вин на американском «Я выигрываю, но и ты выигрывай». Да и русские люди всегда, все народы России всегда, когда это было возможно, исходили из того, что главное, не продавить свое мнение любимыми путями и средствами, а постараться убедить, заинтересовать в честном партнерстве и равноправном взаимодействии. Точно про россиян говорит и про себя? Точно, да? Наша история, в том числе история отечественной дипломатии не раз показывала, что значит честь, благородство, миротворчество, снисхождение. Я не могу это комментировать, да. Достаточно вспомнить роль России в устройстве Европы после эпохи наполеоновских войн. И вот здесь-то я и понял, что это вдруг его понесло в философию. После эпохи наполеоновских войн. То есть, видимо, вся эта заготовка, которая вчера была выдана, это то, что не влезло в интервью с Такером Карсом. Так как в интервью с Такером Карсом он начал слишком издалека, с Печенегов и Юриковичей, то он не успел дальше. А дальше еще был целый огромный кусок про наполеоновские войны и так далее, и так далее, и так далее. И дальше он начал там что-то про XIX век. И материал уж не пропадать, его использовали вчера на Валдае, то, что осталось обрывки от Такера Карсона. У меня было вообще ощущение, что он дает интервью Второй интервью Такеру Карсу, только не пришел Такер Карс. Вот точно, смотрите, он поздравил Трампа, но Трамп не пришел. Он дал интервью Такеру Карсу, только вместо него сидел какой-то хмырь. Вот так вчера выглядело выступление Путина. Ну и теперь насчет, конечно же, мирового меньшинства. Это, пожалуй, главный тезис, который пытается продавить Путина. Да, надо сказать, что все, что вот это вот он там выступает, это мы с вами смотрим, я смотрю, потому что мы с ним воюем. В Вашингтоне вот это все не анализируют. Я про мировое меньшинство. Да, действительно, мировое меньшинство. Но есть такая история. Дело в том, что люди вообще в целом хомо сапиенсы на Земле меньшинство. На Земле растет 3 триллиона деревьев. 3 триллиона. И только 8 миллиардов людей. На каждого человека на планете приходится, например, 17 миллионов навозных мух. То есть люди абсолютно подавляющее меньшинство по сравнению с навозными мухами. Но по производимому ВВП люди гораздо больше производят ВВП, чем навозные мухи. Мало того, навозные мухи, собственно говоря, едят в основном то, что производят люди. Понимаете? Люди производят ВВП, потом съедают этот ВВП, а вот продукты переработки уже в наших организмах, это съедают навозные мухи. И по мнению Путина, именно навозные мухи должны управлять людьми. Ведь навозных мух больше, чем людей. Именно навозные мухи должны править миром. Ну или должны править миром такие страны, как Бангладеш, Нигерия, Россия, где в силу недостатка контрацептивов нарожали нищебродов. Логично, понимаете? И тут я вспомнил, а с кем еще можно сравнить действительно вот эту теорию того, что большинство мировое почему-то, то есть большая часть людей, не производящих ничего, должно управлять теми, кто собственно все производит. Золотой миллиард, он золотой потому, что он производит все, а не потому, что он потребляет, не потому, что он благополучно живет, а потому, что он-то и производит настоящие ценности, которыми пользуется весь остальной мир. Я сначала подумал, что Путин помилитель навозных мух, но потом вспомнил. Зачем? Конечно, нет. Дело не в навозных мухах. Мухов. Мухов. Крысы. Крысы. Я очень люблю крыс, вы знаете, но все-таки сколько их на земле? Парадоксально, но факт. Дело в том, что именно в 20 веке, где-то даже в начале 21, число крыс на земле сравнялось с числом людей. В самом начале 21 века. Примерно 20-25 лет, назад число крыс на земле, вот на земле было 7,5 миллиардов крыс и 7,5 миллиардов людей. Но крысы размножаются очень быстро. Очень быстро. И из-за этого сейчас, по данным Всемирной Организации Здравоохранения, на земле проживают уже 16 миллиардов крыс. То есть за последние 25 лет число крыс на земле удвоилось, а число людей как бы изменилось незначительно. Поэтому крыс гораздо больше. И Путин думает себя, видит себя неким крысиным королем, который должен, собственно говоря, я так понимаю, возглавлять мировое правительство. Да, он говорит ровно о том, что надо полностью изменить мировую систему. Что там еще не помню, сейчас попробую вспомнить. В общем, новый мировой порядок. Ближайшие 20 лет будут гораздо опаснее и хуже, чем прошедшие. То есть он рассчитывает все-таки 20 лет прожить. А вот этот риск настоящий. Я с ним согласен. Есть риск, что Путин действительно, благодаря достижениям западной цивилизации, благодаря тому, что на Западе изобрели вакцины, лекарства, вообще медицину, кстати говоря, вирусов на земле тоже больше, чем в людей. То есть вирусы должны править миром по логике Путина. Путин проживет действительно благодаря этому, к сожалению, долго. К сожалению, это может оказаться правдой. И он видит новый мировой порядок. Помните, я в одном из выпусков, буквально пару недель назад, я вас загрузил тем, что пора браться и сочинять новый мировой порядок. Что будет вместо ООН и так далее. Смотрите, они взялись. То есть Путин взялся сочинять новый мировой порядок. И если у нас на Западе не сочинят новый мировой порядок, и разработают новую систему того, как, собственно, жить в цивилизованном мире и как уживаться рядом с варварами, то варвары возьмут эту инициативу на себя. А они, естественно, не постоят ни перед чем. Россия не ставит вопрос «мы или они?», говорит Путин, и не воспринимает Запад как врага, однако последний стремится сохранить свою власть, говорит Путин. Ну и в заключение последнее, что я хотел сказать о его выступлении. Вот тут он, конечно, молодец, сам подсказал нам кое-чего. Значит, он процитировал фейковую цитату из некоего, как это называется, американского политика. Путин процитировал ранее не встречавшуюся в речах фразу, как он сказал, политического деятеля США, говорит, не будем называть имен кого. Значит, да, говорит, не буду называть имен, но цитата такая. Некоторым западным элитам показалось, что монополия, их монополия, момент однополярности в идеологическом, экономическом и даже отчасти военно-стратегическом отношении и есть станция назначения. Все, приехали. Остановись мгновение, ты прекрасный. Я говорил, что он сыпет там цитатками, да, как этот, как банкетный двойник. Как самонадеянно было тогда объявлено, это он цитирует несуществующего американского политика, то есть это выдуманная цитата из якобы американского политика. Как самонадеянно было тогда объявлено, чуть ли не конец истории. Это он, естественно, цитирует Фукуяму. Я же говорю, философская речь. История не закончилась, она просто перешла в новую фазу, говорит Путин. Ну и заканчивает он это свое цитирование тем, что по мнению того самого несуществующего политика было сказано следующее. Мы будем относиться к России не как к побежденному противнику, побежденному в холодной войне, а как к тупому инструменту в наших руках. Вот. Вот это на самом деле, мне кажется, должен прочитать Дональд Трамп. К России надо относиться как к тупому инструменту. Не надо относиться к России как к партнеру. Не надо пытаться выстраивать с ней отношения. Вам нужна из нее нефть? Забирайте. Вам нужно из нее что-то? Забирайте. Все ценное забирайте. Мы же не против. Нам же Россия не нужна ни к чему. Пользуйтесь Россией как тупым инструментом. А иначе будете иметь дело с крысиным королем. А он вас загрызет, я вам обещаю. Крысы, знаете, когда им даешь корм, они начинают грызть ваши пальцы. Не давайте таким крысам корм. В ближайшие недели и даже месяцы придется сосать валидолы и пить кроволол тем, кто особо чувствительным людям. По той простой причине, что мировая пресса, я вам обещаю, будет высасывать из пальца новые и новые мирные планы и подробности переговоров Трампа с Путиным. Не будет пока еще никаких переговоров, а мировая пресса будет этим заниматься. И свободу Трампа выбрали всего три дня назад. Но чего я за это время уже только не прочитал. Сегодня расскажу всего про одну статью в газете «Гардиан». Читаю сначала заголовок. «Кремль выдвинет свои требования в случае посредничества Трампа в переговорах по Украине». Это как бы так пересказывают заголовок из газеты «Гардиан». Среди этих требований написано. Могут быть передача Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей подпольный контроль России, создание буферной зоны, репарации за ущерб Донбассу, нейтральный статус Украины вне НАТО. Залезаем в сам «Гардиан». Как у них звучит заголовок? «A gift to the Kremlin uncertainty over Ukraine's future after Trump victory». Подарок к Кремлю, пишет «Гардиан». Неясность будущего Украины в связи с победой Трампа. А дальше начинаю читать саму статью. Да, там пересказываются, в общем, правдивые какие-то факты. То есть какие-то высказывания Трампа предвыборные. Правдивые, да. Что там дальше высказывается? Секунду сейчас я так гляну. «Зеленский has forever become and created...» Ага. Значит, то, что в последнее время, говорит, Зеленский, говорит «Гардиан», был в шоке от того, как ведет себя администрация Байдена, после того, как администрация Байдена не разрешила нам бить вглубь территории России, тоже правда. Тоже правда. Дальше. Вот Олеся Луцевич, the head of Ukraine forum of Chatham House, то есть глава украинского форума Chatham House, это синкт-тенк британский, говорит, что победа Трампа может стать подарком для Кремля, если Зеленский не сможет продать Трампу свое видение. Не сможет продать Трампу свое видение. В то же время, как бы, ну и при Байдене было не сахар, как говорится, и в то же время, значит, в том же самом выводе, этого же самого Chatham House, пишется, в то же время это может случиться, и наоборот, разворот в пользу Украины. Так, то есть эта статья как бы слегка по-другому уже начинает выглядеть. Не то, что от нас потребует отдать Запорожье и Херсон, а то, что может так повернуться это дело, а может так. И дальше дочитывают эту статью до конца. Там цитируют вот это высказывание из Wall Street Journal о том, что, дескать, вот у Трампа такой план. Я вчера его рассказывал, не буду говорить, потому что это тоже не план. И дальше в конце вдруг приводится, ну что ж, среди требований встречных, которые выдвинет Россия, может оказаться выплата репараций за Донбасс, может оказаться требование передать России Запорожье и Херсон, может оказаться полный отказ от НАТО. Но вы знаете, нет ни одной ссылки, ни одного источника. А откуда это взяли, подумал я? Ну откуда газета Гардиан это берет, если она ни на что не ссылается? То есть что значит может оказаться? Ха-ха-ха, понятно. Они послушали разные, из разных времен речи Путина. Да, была речь Путина, где он говорил, помните, я требую, чтобы мне отдали Запорожье и Херсон, и тогда я пойду с вами на переговоры. Была такая речь, была такая речь. А откуда история про репарации Донбасса? А это Гардиан прочитал сообщение Радио Свобода, что в 2022 году Россия требовала выплатить репарации за Донбасс. То есть вот эта новость полностью, абсолютно от начала до конца, высосана из пальца. А что на самом деле? А пока ничего, дорогие друзья. Простите меня, дорогие друзья и зрители, пока ничего. Пока действительно полная неопределенность. Нам нужно просто пока терпеть эту неопределенность, как ни странно. Она, мне кажется, до 20 января совершенно не наступит. Две задачи нашей власти есть на этот период. Одна это все-таки заставить американцев выдать нам эти 6 миллиардов военной помощи. И вторая, это то, чем сейчас занимается Зеленский, попытаться действительно, как пишет Справедливый Гардиан, продать все-таки Америке, продать, точнее, извините, Трампу, наше мировоззрение, наш взгляд на то, как нужно заканчивать войну. Но Путин пытается продать свой, Зеленский свой. Вот я, у меня есть надежда, знаете, на что? Все-таки последние 3 года Путин полностью отрезан от мирового контекста. Путин общается только с Бангладеш и с другими корзинами королями. То есть с мировым большинством, так называемым, которые не определяют ничего на этой планете. Пока, к счастью, не определяют. И, соответственно, Путин, мне кажется, потерял связь с такой западной реальностью. Он не понимает этих людей. А все-таки Зеленский и другие наши представители, Министерство иностранных дел и так далее, и так далее, наоборот. Посмотрите, Зеленский что ни неделя встречается с европейскими лидерами, с американскими лидерами, с австралийскими, с там, не знаю, со скандинавскими и так далее. То есть абсолютно в контексте каждого человека, каждого западного лидера и понимает, как с ними разговаривать. Вот сейчас есть 2,5 месяца, чтобы продать план. Либо это будет план победы наш, продан Трампу, либо это будет план капитуляции Украины от лица Путина. Вот он рынок, вот он рынок. Вот они, два предложения. Кто сможет лучше? Давайте, как говорится, болеть за наших. Доброго вечера мы из Украины посмотрим. Подписывайтесь на канал Штельман и поставьте лайк этому. Меня так много критиковали за излишний оптимизм, даже за смех, что я, видите, сегодня поддал газку пессимизма, поддал газку тревожности. Но я не могу быть долго пессимистом, даже если я не выспавшийся из-за обстрелов ночных или из-за не очень удачных для нас выборов в Америке. Я все-таки оставил нам на сегодняшний выпуск и хорошие новости. Первый из них, Невзоров, признал существование хороших русских. Я думаю, это потрясение покруче, чем Трамп вернулся на пост президента США. Ну как признал? Признал, но в определенных, конечно, обстоятельствах и со многими оговорками. Началось все с того, что на Донбассе наши ликвидировали успешно генерал-майора Клименко. Генерал-майор Клименко это командир 5-й отдельной мотострелковой бригады воинской части из Макеевки. Генерал-майор Клименко ехал вместе с подчиненными на мотоциклах и в это время, пока они там ехали где-то на Донбассе на мотоциклах, прилетели наши украинские ФПВ-дроны и разорвали на кусочки генерал-майора Клименко. Кусочки привезли в реанимацию в Республиканский центр травматологии города оккупированного Донецка, где уже эти кусочки превратились в простые куски мяса, перестав быть майором Клименко. То бишь, он скончался от полученных от ФПВ-дронов ранений. Новость, безусловно, сама по себе уже очень приятная. Но дальше про этого генерал-майора Клименко все подробности рассказал нам Невзоров, что оказывается, это именно генерал-майор Клименко был вдохновителем и организатором пыток российских солдат. Не, не украинских, российских солдат. Они там создали много пыточных в каких-то шахтах Донбасса пытали российских солдат, которые отказывались выполнять приказы командования. Также именно они, вот этот генерал-майор Клименко запытали, помните, этого американского журналиста, который работал на русских, работал на радио «Спутник» или что-то такое, приехал на Донбасс все поддержать, типа «Рussia is great» и так далее, «Мистер Путин is great». В общем, сторонника путинизма американского просто в какой-то шахте зарезали. Ну, как запытали сначала, что до сих пор жена его по кусочкам собирает, там ездит. Это все тоже сделал, как выяснилось, генерал-майор Клименко. Дальше Невзоров выложил скрины ненависти к командиру Клименко, жен и матерей, замученных в пыточных камерах по его приказу орков. И вот дальше, это цитата из Невзорова, он пишет, «Однако не стоит всех убитых генералом называть орками, так как среди них было и некоторое количество насильно мобилизованных россиян, отказавшихся убивать украинцев. Они пожертвовали своей жизнью, чтобы не совершать преступления». Вот теперь я могу сказать, генерал-майор Клименко, командир 5-й мотострелковой бригады, погиб не зря. Его смерть была не напрасной. Он разбудил что-то человеческое в Александре Глебовиче Невзорове. И благодаря смерти Клименко, вот такой на мотоцикле от украинского FPV-дрона, Невзоров признал, что существуют хорошие русские. Существуют люди, которые отказались убивать украинцев. Вторая хорошая новость пришла из Азербайджана. Эту страну иногда обвиняют в том, что там ограничивают свободу слова, свободу журналистики. Вот сейчас там будет какой-то большой саммит, по климату, по-моему, и туда отказалась ехать. Даже сама Грета Тумберг, которая доехала до Грузии, говорит, в Азербайджан не поеду, так что там свободу ограничивают. И вот приходит оттуда прекрасная новость. Азербайджанская журналистка Назакет Мамедова, журналистка-политолог, осуждена на 13 лет тюрьмы за госизмену в пользу России. Назакет Мамедова находилась под стражей с октября прошлого года. Ранее в качестве политолога и журналиста она была ведущей YouTube-канала Альфа ТВ, на котором, по версии следствия, публиковались пророссийские материалы. По данным азербайджанских СМИ, в обвинительном акте говорится, что она получала за это гонорары из Москвы, куда часто ездила на конференции, где устанавливала связи между другими людьми и сотрудниками российских спецслужб. Она, сама эта Мамедова, не признает вину, утверждая, что и поездки в Москву были связаны с участием в конференциях, а полученные из РФ средства командировочные расходы. По ее словам, денежные переводы на чужие имена делались для сокрытия поступлений от бывшего супруга. То есть, вы поняли, о чем идет речь? В Азербайджане арестовали и посадили местную журналистку за то, что ездила в Россию, брала у них бабло и писала пророссийские статьи и выступала пророссийские на своем ютубе. Это в Азербайджане. Вот Путин на своем двалдайском колокольчике спросил, как это, с какого перепугу значит Япония ввела санкции. Вот теперь он должен выйти и сказать, с какого перепугу Азербайджан арестовывает журналисток за пророссийские статьи. А вот с такого, что Азербайджан наоборот проявляет огромную, я считаю, смелость и мы должны быть благодарны Азербайджану, который пресекает деятельность пророссийских журналистов на своей территории, особенно тех, кто ездит в Москву на какие-то конференции. На мой взгляд, съездил в Москву на конференцию и получил свои 13 лет сразу, просто за сам факт того, что ты туда поехал. Нечего ехать в центр мирового нацизма. Генпрокуратура Российской Федерации. Вообще, вы же понимаете, что все новости о русской культуре начинаются с фразы Генпрокуратура Российской Федерации. Мне это напоминает анекдот из 90-х, когда, помните, а теперь новости культуры. Вчера был застрелен директор филармонии. Ну, вот так сейчас выглядят новости культуры России. Генпрокуратура Российской Федерации признала нежелательной организацией международный групп участников интеллектуальных игр. То есть, понимаете, генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией международный клуб участников интеллектуальных игр. То есть, если вы играете в интеллектуальные игры, то вы нежелательные в России. В России, как тупое, использовать в качестве тупого, как говорит Путин. Россию нужно использовать в качестве тупого. Интеллектуальные игры там теперь запрещены. Да. Международная неправительственная организация, вот это International Association for Intellectuales Шпиле, то есть, на немецком языке международная ассоциация, неправительственная ассоциация интеллектуальных игр, зарегистрирована в Лихтенштейне. В Лихтенштейне, это ее объявили нежелательной. Она объединяет 200 участников игры что, где, когда брейнринга своей игры из стран Европы, Азии и Северной Америки. Значит, в заявлении генпрокуратуры говорится, что несмотря на положение устава, запрещающего участие в политической деятельности, это самая международная организация интеллектуальных игр, распространяет информацию, направленную на дискредитацию российских властей и их политики, а также, внимание, запрещает участвовать командам из России и Беларуси под государственными флагами своих стран. Кроме того, эта организация примет регламент по отстранению от соревнований участников игр, поддерживающих боевые действия в Украине. Вместе с тем, на турнирах, что, где, когда и так далее, продолжают выступать лица, признанные в России иностранными агентами, а также тех, чья деятельность объявлена нежеланием. В чем, короче, что произошло? Объясняю. Значит, есть игра «Что, где, когда». Вы все знаете наверняка, 50 лет, а на сколько там выходит. И я ее, как вы знаете, до войны всегда смотрел, теперь больше не могу. Потому что выходит на Первом канале, и теперь там прославляют, собственно говоря, воинов СВО, всяческие победы России и так далее. И все оставшиеся там знатоки стали пропагандистами нацистских идей Путина и Российской Федерации. Потому что постоянно, вот мы сейчас закончим выпуск и тут же поздравим наших новых героев и так далее, и так далее, и так далее. Но часть игроков оттуда ушла, отказавшись играть на Первом канале. Кроме того, есть зарубежные клубы, где, когда. Во всех странах Европы есть клубы, где, когда в Украине был. Я знаю, до войны клуб, самые организации и объединились в эту ассоциацию, чтобы не ассоциироваться с россиянами и белорусами. Там выступают под флагами соревнования между странами, но, естественно, россиян и белорусов с флагами не допускают. Само собой. Второе. Там не допускают сторонников войны в Украине. Почему? Потому что это называется клуб участников интеллектуальных игр. Не может в интеллектуальной игре принимать участие дегенерат. Правильно? Только дегенерат поддерживает войну России против Украины. Поэтому дегенератов не допускают до интеллектуальных игр. И вот за это Генеральная прокуратура России решила объявить эту ассоциацию нежелательной. Ну что ж, по крайней мере, есть шанс на возрождение что, где, когда, потому что из вот этих людей когда-нибудь эта передача действительно может быть и возобновиться, неважно в какой стране и на каком канале не все еще, как выяснилось, потеряна даже у этой игры. А мы-то думали, что она полностью окровавлена вот теми друзьями и этими, как их там, Паташовыми, которые на Первом канале рекламируют геноцид украинского народа. А вот в это же время скончалась окончательная передача Comedy Club. Помните, когда-то я говорил, что ее закрывают, а оказалось, что это было рекламным приемом закрытия Comedy Club и на самом деле не закрыли. И вот выяснилось, что в первом же выпуске нового сезона сначала сказали, что закрыли Comedy Club, потом сказали, нет, это был такой художественный прием, что мы якобы закрыли Comedy Club, на самом деле он работает. И в первом же выпуске обновленного Comedy Club выступил Евгений Петросян, 79-летний комик молодежного шоу Евгений Петросян, директор канала ТНТ, где все это происходило, Тина Канделаки, предложила Петросяну стать патриархом клуба Comedy Club. Вот они шутили, что закрыли свое шоу. Но мне кажется, лучше бы они его по-настоящему закрыли. Это была бы куда более смешная шутка, чем появление Петросяна в Comedy Club. Вот она, российская культура, прямо чистый символизм. Нравится, не нравится, Россия упрощается или отупляется. Это уже кому как больше нравится. Подписывайтесь на канал Штельман. Ставьте лайк этому видео. А в воскресенье приходите в 19.00 на стрим.